Добрый день! Сегодня мы поговорим о Галапагосских лавовых игуанах из рода микролофус. Это обитатели Галапагосских островов. В основном они обитают на островах в западной части архипелага. Они занимают сухие леса и песчаные участки. Это не крупная ящерица. Самцы достигают всего лишь 25 сантиметров в длину. Самки немного меньше, 17-18. Это очень ярко окрашенная подвижная ящерица, которая питается и растительной пищей, и с удовольствием поедает мелких насекомых. Для содержания в неволе. Как видите, у нас достаточно длинный террариум, примерно метр сорок длиной на такую некрупную ящерицу или группу ящериц. В одной части у нас прогрев, в другой части достаточно прохладно. То есть градиент температурный им просто необходим. Они с удовольствием, в первой половине дня, с утра выгреваются под лампочкой. Там необходимо поддерживать градусов 50 по Цельсию. Ну и, соответственно, в холодном противоположном углу 24-25 градусов ящерица с удовольствием выбирает себе, где ей комфортно на данном этапе. Что немаловажно, на мой взгляд, для содержания этих ящериц, это субстрат. Мы используем крупнозернистый речной песок, который в обогреваемой части террариума опрыскиваем с утра для поддержания такой легкой влажности. Как мы видим, они не утруждают себя в копаниях нор. Они просто зарываются в песок и там себя очень даже хорошо чувствуют. А норки вырывают в основном только при яйцекладке. А так с разгону просто вот уходят, как торпеды. Это достаточно новый вид в герпетокультуре, который, я полагаю, займет свое по праву достойное место у любителей домашнего террариума. Ящерица очень эффектная, ярко окрашенная, скажем, не сильно прихотливая и очень подвижная за ней наблюдать одно удовольствие. Тем более они достаточно в таком вот просторном, на мой взгляд, террариуме нормально уживаются там группами самец, две-три самки. И до определенного возраста, собственно говоря, могут уживаться даже несколько самцов и, соответственно, группа самок. Это скороспелая ящерица в 10-11 месяцев от роду. Они уже способны размножаться. Самка откладывает 2-3 яйца. Ну, обычно 2, иногда бывает 3. В этом году мы получили от нашей самки пока что только 3 кладки. В первой кладке было 3 яйца. Вот две последующие кладки по 2 яйца. Сегодня у нас продолжается выход лавовых галапагоцких игуан из рода микроролофус. Это уже не первое наше разведение. Очень интересная перспективная ящеречка. Вот это у нас сегодня вышла вторая кладка. В кладке 3, вернее, иногда 3, обычно 2 яйца. Вот еще лежит третья кладка. Вот, как видите, вот он вылупился и где-то зарылся. Сейчас мы будем его выкапывать потихоньку. Они очень шустрые, но очень любят зарываться. Сейчас мы его найдем. Вот он. Вот, видите, как я говорил, очень шустренький. Что интересно, они несутся аккуратно, самка несется аккуратно каждые 45 дней. Инкубация составляет ровно 90 дней. Иногда 91. Сейчас мы его выловим, этого малыша, и посадим к собрату. Вот видите, он совсем маленький, чтобы было видно. Вот и садим его к собрату, который уже здесь живет, которого мы высадили раньше. Видите, вот это у нас здесь 3 штучки, которые вылупились 45 дней назад. Они уже, я бы не сказал, что сильно подросли, но уже более активные. Террариум, как обычно, пустой. То есть, небольшой слой грунта, песка. Вот они с удовольствием у него зарываются. Коряжка, по которой они с удовольствием лазают. Место прогрева с черепками. Ну и, собственно говоря, еда. Место прогрева с черепками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова